Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Сегодня мы будем обсуждать тему, весьма больную для большинства регионов страны – благоустройство. И мой собеседник, сенатор, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоправлению, делам Севера Дмитрий Игоревич Азаров. Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Рад побывать. Спасибо. Итак, мы говорим о комфортной среде. Тем более на эту тему в последнее время много говорят не только в регионах, но и в столице. И президент несколько раз акцентировал внимание на этой проблеме. Вот в данном случае на что хотелось бы обратить внимание. Очень много говорили о тех 20 миллиардах, которые пойдут регионам на благоустройство. Насколько я помню, тогда Самара не оказалась в этом списке. Но ситуация изменилась. Да, ситуация меняется. Я готов сегодня об этом рассказать. Ну, наверное, все-таки мы начнем с истории принятия этого решения. Потому, что очень часто мне задают вопрос, а почему вдруг принято решение из федерального бюджета выделить деньги на вопросы даже не регионального, а местного значения? Почему они сами деньги не ищут и что-то не придумывают? Которым относится благоустройство. Так вот, хочу вам сказать, что в прошлом году во время выборной кампании в Государственную Думу, как вы знаете, все кандидаты, и я как член партии, куратор выборов на целом ряде территориях страны, мы прошли буквально все стежки и дорожки, дворы, улицы и разговаривали с людьми. И люди много говорили о том, что в последние годы сделано в разных городах, это не только Самара касается, которая получила за короткий срок аэропорт, и сейчас активная подготовка идет к чемпионату мира, это и стадионы, и фоки, и строятся новые развязки и дороги. Но во многих городах появились также и новые аэропорты, либо портовые комплексы, железнодорожные вокзалы, больницы, детские сады, физкультурно-озраительные комплексы роскошные. И люди говорили с удовольствием, что пользуются этой инфраструктурой сегодня, но возвращаясь домой, в свой двор, они видят этот диссонанс вот этих замечательных зданий, сооружений, которые во благо людей созданы в разных регионах и поселках нашей страны. А вот во дворе не все в порядке. И люди говорили о том, что они сами готовы включиться в эту работу, сделать что-то для своего двора, но нужна поддержка. И не случайно мы этот вопрос обсуждали в преддверии выборов, был в Москве крупный форум на ВДНХ, его проводил Всероссийский совет местного суммоправления, я возглавляю эту общероссийскую общественную организацию, в котором участвовал, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев. И впервые Дмитрий Анатольевич Медведев там, послушав мэров крупнейших городов, сказал о том, что, знаете, нам есть смысл подумать и выделить, может быть, даже из федерального бюджета средства на благоустройство. Мы об этом подумаем. После этого вопрос активно обсуждался. И вы знаете, что президентом было принято решение 20 миллиардов рублей в федеральном бюджете средства предусмотрены на благоустройство городов и сел по всей территории нашей страны. Беспрецедентное решение, беспрецедентные суммы. Но самое главное даже не в этом числе 20 миллиардов, а в том, что президент обращает внимание и губернаторов, и глав местных администраций, и депутатов всех уровней на то, что этот вопрос не только местной власти, это общий вопрос. Люди живут не в абстрактных регионах каких-то, люди живут в конкретном городе, в конкретном поселке. И задача власти всех уровней, президент четко об этом говорит, создать комфортные условия проживания в российских городах и селах. И помимо тех 20 миллиардов, вы знаете, что регионы, муниципалитеты, которые получают эти деньги, берут на себя обязательства дополнительного софинансирования. Соответственно, сумма кратно увеличивается. И мы очень рассчитываем, что страна в короткий срок сделает очень серьезный шаг вперед по благоустройству. По благоустройству самых знаковых мест. В каждом городе такие места есть, и в нашем городе есть. На дворов, в которых и живут люди, каждый день бывают. И мы очень рассчитываем, что, конечно же, к этой работе подключится и бизнес-сообщество дополнительное средство. Бизнес тоже готов участвовать в благоустройстве. И тому примеров очень много есть. И, самое главное, люди. Президент в своем послании говорил, что не надо думать, что решение, которое принимает чиновник, самое мудрое. Идите, не сидите в кабинетах, выходите к людям. Разговаривайте с людьми и спрашивайте. Советуйтесь о том, какой объект, во-первых, делать. Что приводить в порядок, в первую очередь. Как это делать? Показывайте людям и согласовывайте проект. А дальше увлекайте людей в реализацию этого проекта. И в общественный контроль за качеством работы. Знаете, для меня это очень важно, поскольку в нашем родном городе, в Самаре, мы начали делать именно так с 2010 года. Вы, наверное, помните, как и телезрители, наш проект, который сегодня приводится в пример уже по всей России, двор, в котором мы живем. И, если помните, мы не просто брали и реконструировали дворы. Мы делали это на условиях конкурса. Самое главное, жители участвовали. Что-то должны были сделать сами сначала. Собрать подписи, заявиться. Общественная комиссия районов отбирала победителей. И дальше мы с людьми согласовывали проект двора. Вот здесь, если люди считают, что должна быть парковка, будет парковка, здесь детская площадка, а здесь место отдыха для людей старшего поколения. Мы делали именно так. И люди получали тот двор, каким они хотели бы его видеть. Так вот, вернусь к самарской теме, поскольку вы абсолютно правы, что изначально в бюджете федеральном Самарской области не было. Все сейчас слушают и ждут. Вы скажете, попали мы или не попали в конце концов? Конечно, это вызвало большую озабоченность и мою, и губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Мы буквально сразу после этого встретились с Николаем Ивановичем. И губернатор попросил меня, чтобы я тоже к этой теме подключился. Я этим вопросом уже и занимался, конечно же. Потому что родная земля, тем более там, где пилотный проект, который во многих городах тиражируется. Конечно, я очень надеялся, что мы эти средства получим. Провел активную работу. Я пообещал губернатору, что с этой задачей справлюсь. Я провел большую работу с Министерством финансов. И в дополнение к этому, что очень важно, на встрече руководства Совета Федерации с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, у нас такая встреча была, я напрямую задал вопрос. Дмитрий Анатольевич, вот мы все рады, бортуемся за регионы, которые получили средства. Но, к сожалению, 13 регионов средства не получили. В том числе я за свою родную Самару, за Самарскую область, хочу задать вопрос. Очень рад был тому, что Дмитрий Анатольевич тут же отреагировал. Он сказал, что я дал поручение, и такие средства мы дополнительно изыщем. Сегодня готов доложить, что дополнительно 5 миллиардов выделяется из федерального бюджета на благоустройство городов и сел. На прошлой неделе уже прошло заседание трехсторонней комиссии, куда входят представители двух палат нашего парламента и Госдумы и Совета Федерации, а также правительство Российской Федерации. И деньги утверждены. По Самаре утверждена цифра, по Самарской области, 927 миллионов рублей. Серьезные деньги. Проект распоряжения правительства у меня, собственно, сегодня на руках. 927 миллионов рублей. И мы очень рассчитываем, что наш родной край, и город Самары, и город Тольятти, и Сызрань, и населенные пункты сельской местности получат эти деньги, и мы приведем в порядок и дворы, а 500 миллионов из этой суммы будут направлены на благоустройство дворов, и приведем в порядок многие-многие знаковые места в наших городах. Конечно, без помощи федерального центра это было бы сложно, потому что понятно, что местные бюджеты обладают низкой доходной базой, и вот как-то выкручиваются все. А так мы привыкли все время ругаем власть, говорим, вот у нас плохо то-то, а так... И конечно, самое главное, что люди сами участвуют. Понимаете, я же начал с того, что люди, когда видят новые сооружения, новый комфорт жизни, понимают, они больше требований предъявляют к власти, и это нормально. На это не стоит обижаться. Я считаю, что главе уж муниципального образования вообще обижаться никогда и никого нельзя. У него работа такая. А вот в критике видеть рациональное зерно и исправлять всегда необходимо. Самое главное, знаете, Дмитрий Игоревич, дело в том, что Самара-то меняется. Если уж мы не будем про другие города говорить. А если вспомнить, какая она была 15-10 лет назад и сейчас, это бросается в глаза, поэтому... Хорошо, мало времени, и тем не менее есть еще о чем поговорить. Вот смотрите, буквально на днях в Москве, мы об этом упоминали, прошло заседание совета по местному самоуправлению, вы предложили ввести понятие благоустройства территории поселения в федеральный закон. У нас прошло очень масштабное обсуждение. Я сейчас об этом расскажу, но к Самаре мы вернемся. Поскольку мне интересно ваше мнение, какие объекты будем приводить в порядок, в первую очередь, подумайте. Это важно, хорошо. Действительно, на прошлой неделе в пятницу в Совете Федерации прошло заседание совета по местному самоуправлению, который существует при Верхней Палате Парламента. Мы провели его загодя в преддверии дня местного самоуправления, которое в соответствии с указом президента вся страна будет отмечать 21 апреля. И, надеюсь, Самарская область не исключение. Заранее поздравляем. Заранее поздравляю коллег с удовольствием. Кстати, самарская делегация была представлена. Была Энина Михайловна Вишнякова, руководитель ассоциации муниципальных образований Самарской области, был глава города Самары, Олег Борисович Фурсов, были еще коллеги из Самарской области, как и коллеги из 75 субъектов Российской Федерации. 10 регионов по разным причинам произошли накладки, не доехали. Но 75 субъектов были представлены. Мы очень внимательно обсудили, что еще нужно сделать, в том числе по совершенствованию законодательства, чтобы уровень благоустройства менялся, чтобы действительно в городах и селах стало комфортно жить нашим гражданам, и люди с удовольствием связывали свое будущее с конкретным городом, с конкретным селом, в котором они родились и трудятся, и растят детей. Так разные направления, конечно, есть в этой сфере, но то, что касается совершенствования законодательства, нам действительно нужно уточнить понятие благоустройства. Оно есть, но в разном понимании. А что туда входит? Какой набор работ? Это только содержание? Либо это и ремонтные работы, либо это и работы, связанные с реконструкцией и возведением нового объекта. Это кажется, что вроде бы не настолько существенно. И, наверное, для горожанина все равно, как это называется. Ему важно, чтобы это было. Но для того, чтобы четко определиться и с набором работы, и со статьями бюджетной классификации, с выделением средств, это нужно сделать обязательно. Мы обсуждали вопросы, связанные с административной ответственностью. Мы обсуждали вопросы, в том числе с административной ответственностью, например, за отстой машин на газонах. У нас, знаете, сейчас не нарушая то есть правила дорожного движения, вроде штрафовать не за что. С другой стороны, в административном кодексе есть. Сталкиваемся с тем, что если машина стоит зимой на газоне, а что такое газон? Озелененная территория. А какой зимой? Озелененная территория. И вроде нарушения нет. Мелочь. А нужно этим заниматься и уточнять нормы законодательства в том числе. Мы говорили и о определении понятия прилегающей территории. Знаете, ведь Самара, такой опыт есть еще, наверное, только в Сонкт-Петербурге, масштабный. Мы в свое время с каждым практически хозяйствующим субъектом подписали соглашение добровольного содержания прилегающей территории. С каждым магазинчиком, с каждым небольшим предприятием, отель ели это, либо крупный завод. Мы подписали такие соглашения. По-моему, 98% хозяйствующих субъектов за 4 года эти соглашения подписали. Мне кажется, это очень важно. Добровольные. Но, конечно, сейчас многие коллеги из муниципалитетов, главы муниципальных образований говорят, давайте мы в законе закрепим это как обязанность. Мы обязательно об этом подумаем. Но в первую очередь задача муниципальной власти договариваться с людьми, в том числе с предпринимательским сообществом. Если мы просто закрепим, не обусловив это определенными требованиями, то мы можем создать другую проблему. Во-первых, можем создать поле для коррупции. Когда самый обычный, так сказать, и рядовой муниципальный чиновник будет нарезать конкретному магазинчику, либо небольшому ателье. Вот тебе не 30 метров прилегающие, а кому-то 300. Хочешь меньше – приходи, решим вопрос по-другому. Если мы об этом не продумаем, мы создадим поле для коррупции раз, мы создадим условия дополнительной, значительной нагрузки на малый бизнес. А вы знаете, что президент неоднократно говорил недавно, встречаясь с бизнес-сообществом, что мы должны избавить малый бизнес от неналоговых платежей, минимизировать их. Здесь есть о чем подумать. Я знаю, что и сейчас Самара возобновляет этот опыт, подписывает соглашение о содержании прилегающих территорий, по-моему, и со всеми телекомпаниями. Надеюсь, губерния не исключение. Этот опыт развивается. Но в то же время, что нужно поправить в законодательстве, мы обязательно обсудим и это сделаем, я уверен, в течение текущего. Хорошо, подсказываю, что время почти не осталось. Тем не менее, заинтриговали меня и телезрители по поводу того, что же конкретно у нас должно меняться, ремонтироваться и благоустраиваться. Мы сейчас не успеем, конечно, с вами назвать каждый двор. Но вы бы на что в Самаре выделили деньги в первую очередь? Ну, если говорить о знаковых объектах, то, в принципе, они все равно так или иначе приводятся в порядок. Я имею в виду то, куда горожане ходят. Так вот, на Самарскую набережную, в том числе, федеральные деньги пойдут на четвертую очередь. Значит, деньги пойдут и на Струковский сад. Предполагается, что часть средств пойдет и на объекты, которые уже готовятся в рамках чемпионата мира футбола. Например, наша площадь Куйбышева. То есть, на самые знаковые объекты... Деньги будут. Деньги будут, в том числе, из федерального бюджета. То, куда будем возить гостей иностранцев, и то, чем мы гордимся, должно быть... Сами будем ходить. Вы наверняка в эти дни солнечные бывали на набережной. Увидели, что там как только снежок сошел, как только потеплел, там буквально демонстрация людей. Люди приходят, получают удовольствие. Да, мы многие объекты делаем к чемпионату мира. Но они останутся в нашем городе. Это будет работа десятилетия на благо и комфорт проживания жителей города Самары и Самарской области. Самое главное. Спасибо вам большое. Время, к сожалению, подошло к концу. Единственное только я напоминаю. Существует и радиоверсия, и программа. Так что всегда можно и прослушать о чем говорят в эфире Самарского губернского радио 21.00. И давайте действительно любить наш город и делать все, чтобы он стал... Есть чем гордиться. Есть чем гордиться. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.